В свежих масках возник контур бригантины Мачта в небо, пару словит ветер Сто чудес цветных на пути он встретит Я держу штурвал, волна в карму Хочешь и тебя с собой возьму И не надо знать, чьи совсем Я пишу и краски понятны все Солнце, острова, звезд и бой Вся палитра мира у нас с тобой А в гостях у нас основатель, продолжатель Практически, в общем-то, и так продолжает это дело Просто автор, режиссер, я не знаю, как это назвать еще Заслуженный артист, художественный руководитель Заслуженный артист, Ольга Борисовна Заслуженный деятель, ну тоже хорошо Заслуженный деятель, Ольга Борисовна Молчанова И один из птенцов гнезда программы «Сюрик рук» Дмитрий Маликов Доброе утро Доброе утро Вы знаете, сейчас смотрю как раз на экран, думаю Боже мой, какие мы все были молодые А я, когда смотрю на эти кадры, думаю Боже мой, какая я старая Да клянусь вам Потому что на самом деле Ощущения охватывают самые разные С одной стороны думаешь Боже мой, сколько тебе лет А с другой стороны думаешь Как хорошо, что эти люди Все-таки теперь поднялись И я как-то к этому причастен Но если бы не сказали на самом деле в ухо Что Ольга Борисовна, я бы назвал ее просто Ольга Но так что не надо, не надо на возраст Ладно Ольга Борисовна, ну теперь перешли Ольга Борисовна Значит, теперь Ольга Борисовна Вот первый у меня вопрос Все-таки на ваших руках вот рождались эти звезды Я смотрю, Филипп Киркоров еще такой В пластике, не знаю, робота Такой, ручками туда-сюда, да Дима, Наташа Порывай, наверное, тогда еще была, да, видимо? Наташа, порывай еще Вот вы следили за их судьбой, за творческой Менялись они с годами или нет? В каком плане? Вот в человеческом плане В человеческом плане Вот они же приходили к вам такие Я сначала хочу сказать, что они очень изменились в творческом плане И вы, наверное, это тоже чувствуете Да, творческом, конечно Да, в творческом Я в лучшую сторону В лучшую, естественно Но в каждом из них, вот может быть, какое-то было, естественно, они были несовершенные артисты У девочки там, скажем, не было особого голоса Вообще даже рот боялся открыть Да, очень волновался Но одаренность и талант, так же, как в Филиппе Который в ту пору еле-еле пел Вот В полголоса, да В полголоса, да И очень любил таращить глаза Да, это я до сих пор не забуду Хлоп-хлоп глазами, хлоп-хлоп Вот Конечно, они безумно выросли Они стали артистами Каждый в своем, как бы, амплуа И каждый добрался до своего уровня По-человечески они тоже изменились Дима не изменился 7-7-4-4-1-4-1-4-1 Телефон нашего прямого Эфира 2-3-4-4-1-8 Абонент будет готов Это наш пейджер И еще, естественно, один вопрос Все-таки шире круг Программа задумывалась как программа, которая поддерживает самодеятельность А вот, несмотря на то, что она поддерживала самодеятельность Вот отношение, в сравнении, к самодеятельности было плохое Вот как это можно было совместить все Это был подвиг Они-то в ту пору были тоже почти самодеятельностью И Наташа, порывай самодеятельность И Филипп Киркоров, который поступил на первый курс Внесинского училища в то время Это тоже почти Почти была самодеятельность Мне тоже училище А лучше, да? Мне лучше наследно на этой съемке А потом Еще паспорта не дали, да? Без паспорта практически Большая часть Большая часть нашей эстрады все-таки вышла из самодеятельности И мы в этой программе давали надежду Одаренным самодеятельным людям Что, может быть, когда-нибудь Они будут Наравне с профессионалами Как жалко, что я не знал этого волшебного телефона Я бы тоже позвонил И спел бы Но еще не поздно 11 февраля есть такой шанс Да, 11 февраля Так, так, запишу Есть шанс прийти в концертный зал «Россия» Это очень важно Мы всех ждем И все смогут посмотреть программу «Ширик Ру» 11 февраля «Россия» 19 часов Весь набор звезд И много молодых талантов В том числе и Вадим Выпустим, попробуем Выпустим, да можно? Я, я, да Дайте телефон звонок пока послушаем Алло, доброе утро Алло, здравствуйте Меня зовут Галя Я бы хотела задать вопрос Дмитрию Маликову Да, здрасте Попался, он попался Такой вид спорта вы больше всего предпочитаете Такой вид спорта? Да Дим, только не загораживайся, потому что люди просто хотят насладиться своим видом Да ладно, я не загораживаю просто Я опять не смущусь от своей съемки вспомнил На самом деле я люблю разные виды спорта Смотреть люблю, а так и знаешь А что касается заниматься, то я люблю заниматься двумя видами спорта Это теннисом и футболом Да, я такой активный Вот я вижу у вас ворота, мне уже захотелось мячик и ударить Ворота, к сожалению, не нам, принадлежат Гордону, Саше Он, видишь, такой спортивный все время Он сейчас курить перестал, правда Ты знаешь, все Он вот как услышал слова президента о том, что курить надо бросать И сразу И вот теперь спортом занимается Дим, а вот тебе вопрос Я понимаю, что ты молодой, пришел в 16 лет А тут такая взрослая, серьезная тетя Я же была не такая взрослая и серьезная в то время Я была молодая, красивая Молодая девушка И сейчас молодая девушка Да, это же было, это было сколько лет назад? 20 лет назад Не, меньше, 16 Ну, 16, да 16 Дим, и все равно скажи, пожалуйста Во-первых, он не пришел сам Его привел папа Юра Папа Юра сказал У меня есть мальчик Дима Послушай, пожалуйста, его Мы с папой Юрой тогда дружили Послушай его Я послушала, сказал Какой красивый мальчик Дима Давай что-нибудь с ним запишем А как, вот Ты пропел просто, что-то нет? Я, честно говоря, даже не помню Нет, дело в том, что Папа Юра просто, так сказать Сказал мне, когда мне было 14 лет Дима, сочиняй песни И делай аранжировки И тогда у тебя всегда будет хлеб какой-то А я в то время только играл на пианино Вот, и я сочинялся Тракил деньги практически И досочинялся до того, что Некоторую песню Вот сама Цвета записала на песне Одну песню Лариса Долина записала А некоторым песням просто не нашлось Как бы исполнителя Вот, и И он говорит Ну попробуй сам там запиши И так получилось, что Как бы образ тех песен Которые я тогда сочинял И мой внешний образ Они как бы были Достаточно органичны И вот, так сказать Мы принесли на общих основаниях Фонограмму, пленку И Ольга Борисовна Проявила к нам внимание За что я ей не сказано благодарен Ой, давайте еще телефону звонок Алло, доброе утро Алло Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Я бы хотела задать вопрос Ольге Борисовне Пожалуйста Ольга Борисовна Ответьте мне на такой вопрос Вот, если дети У которых простые родители То есть не музыканты Не в театральном мире И ребенок талантлив И как ему попасть Вот в этот шоу-бизнес Ну, может быть, не в таком уровне На котором все сейчас держатся Но хотя бы петь Как хочет Ну, вы знаете Сразу, конечно, в шоу-бизнес Попасть невозможно Я так думаю Да и не надо Вы сразу И не надо Надо Существуют какие-то музыкальные студии Я буду сейчас говорить Достаточно банальные вещи Существует музыкальная школа Куда надо направить своего ребенка Если у него проявится Талант Проявится музыкальность В студии В музыкальной школе Тогда уже можно обращаться В какие-то, может быть Детские программы Есть у нас Да, утренняя звезда Звезда Я понимаю, Ширик Рух Все-таки Там детей практически не бывает Это уже бывает Раньше бывало много детей А сейчас их меньше И самой деятельности меньше Да и вообще Потому что ее вообще Сегодня практически Это очень вообще размыто Эстрада Она вообще Поп-музыка Шоу-бизнес Это вообще такое дело Не совсем как бы Профессиональный Этому же не учат И меня в консерватории Учили другому Да, я помню Ты на этом играл На рояле Я и до сих пор играю На рояле Вот Но не важно А важно то, что Очень важно В популярной музыке В эстраде Быть самобытной личностью Важно, чтобы Действительно Были какие-то данные Для того, чтобы Ты чем-то мог отличаться Чтобы ты мог В принципе Это форма самовыражения И этому научиться Очень трудно А вообще Да, Ольга Борисовна Когда было проще Пробиться на эстраду Молодым? Тогда или сейчас? Это она про себя Про себя сейчас Вы тоже поете? Поет Вы знаете, проще было Я не могу Говорить о шоу-бизнесе Но могу сказать О программе Шире Круп Да В те времена Было проще Потому что Вы знаете Сама обстановка И жизнь В нашей стране Была так организована Писались письма На телевидении Сейчас они пишутся реже Звонили на телевидении Предлагались на телевидении И мы Достаточно внимательно Относились к разным звонкам Во-первых Не нужны были деньги Если человек был талантлив И вот он позвонил Послушайте Приезжал Послушали Чудо Сами записывали фонограммы Не приходил человек С готовой фонограммой Да Тем более записаны Не своим голосом Было первое Тон от Илье Мы туда приглашали Звукорежиссера Набирали музыкантов Даже иногда Я из собственного кармана Вынимала деньги И платила музыкантам Для наших Маленьких зарплатах Чтобы То есть Вот Ну понимаете Чтобы они писали Фонограммы Ольга Борисовна Скажите Отплачивают ли они Сейчас вам Вот той же монетой Нет В смысле А Тех кого Воспитали Тех кто сейчас Звезды Да Вот они например Приходят Филипп Киркоров А ему говорят Патуй просто ниц Жена одно А вы мать родная Да Именно у меня Называют своей Творческой мамой Серьезно Угадали Да И Филипп относится К числу тех артистов А они сегодня Разные Те которые Ну да Из шире круг Так сказать Просочились В шоу бизнес Большой Вот Филипп очень Благодарный человек Он Не забывает Скажем Я не говорю Вот благодарный Там Ну да Платит Какие-то мне Все время Дивиденды Какие-то Отстегивает Навожный ваучер Он не забывает К примеру Позвонить женщине И поздравить ее С праздником Он не забывает Поздравить ее С днем рождения Как ни странно Помнит Когда у меня день рождения Чего не могу сказать О других Многих других Ну Разные люди Скажем Среди таких Вот внимательных Моих друзей Слава Добрынин Который стоял У истоков Программы Да Я помню Написал Написал для нее Самую первую песню Совместно с Леонидом Петровичем Дербиневым Это была песня И пела ее Группа Леся Песня Во главе с Михаилом Шафутинским Вот эту заставку Песню Слушай Такое ощущение Просто Это одна большая семья Да Давайте еще послушаем Телефонный звонок Алло Доброе утро Алло Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Можно вопрос Дмитрия Можно Дима Мне нравится твое творчество У меня вопрос На каким последним Крепом Или песен Ты сейчас работаешь И хочу пожелать тебе Здоровья Благополучия Семьи И большой Творческих работ Спасибо большое Спасибо Я сейчас Вот два месяца назад Выпустил Новую песню Лавстори Которая достаточно Сейчас активно Кстати премьера На русском Да На русском языке Лавстори Премьера ее состоялась В очередном выпуске Программы Шири Круг И так получилось Что если у меня песни Я делаю премьеру В Шири Круг То обязательно Ждет счастливая судьба Ура Да Потому что сейчас Она вошла Очень во многие хит-парады И активно ротируется На радио На телевидении Вот И параллельно В декабре месяце У меня вышел альбом Фортепианной музыки Наконец-то Я не зря учился В казаваторе Должен тебе сказать Я выпустил пластинку Где я играю песни Свои самые любимые песни Вот после военных лет Начиная от темной ночи И заканчивая песней Желаю тебе Игоря Саруханова Или спасибо родная Викторе Резникову Летний дождь Игоря Талькова То есть вот такие Приятные и мягкие Обработки В современном стиле Но вместе с тем Вот с романтичным таким звучанием И продолжит адресирование Да-да-да Могу приоткрыть Небольшой секрет Вот программа Ширий круг Которая 11 февраля Состоится в концертном зале Россия Как раз откроется Очень лирически И за роялем Появится Дима Маликов За белым роялем За белым роялем И будет играть Одну из своих композиций Из этого диска Вот такое у нас будет Лирическое начало Я скажу вам честно Что на самом деле Дима сказал Такую самую правильную фразу Он сказал Романтическое начало Еще что-то Мне кажется Вот вся программа Как расширить круг Она была каким-то Поддерта романтическим флером Это потому что Вы были маленькие тогда А воспоминания Вот юных дней Они всегда очень приятные Но слава богу Что воспоминания Действительно совпадают И все равно С удовольствием Вы знаете, Вадим Очень хочется Сохранить вот этот Романтический Оптимистический И жизнерадостный Тон программы В целом Потому что сегодня Так много Мрачного Исключая вашу программу Она всегда очень веселая Очень живая Очень какая-то Непосредственная И хочется, чтобы Ширий круг Вот хотя бы этим Привлекал людей Не говоря уже О составе артистов Вот так мы отрекламировали Программу под названием Будь готов Я предлагаю перейти Сразу к рекламе Еще раз хочу представить Наших гостей Дмитрий Маликов Один из участников Программы Ширий круг И Ольга Борисовна Молчанова